Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете. Порядка 20 семей остались без крова над головой и имущество в результате пожара жилого дома в поселке Искателей, который произошел ранним утром в понедельник. В центре внимания проблема окружной столицы. За круглым столом прошла первая рабочая встреча губернатора Ненецкого округа с вновь избранным депутатским корпусом Совета городского округа. С какими вопросами обратились главе региона народные избранники. В Наринмар доставлено оборудование для термического обезвреживания твердых коммунальных отходов. В настоящее время установка складирована непосредственно на территорию полигона ТБО, где в дальнейшем и будет функционировать. Установка предназначена для сжигания твердых, замазученных и нефтесодержащих отходов. Ненецкий округ планирует войти в список экспортирующих субъектов Российской Федерации. Вместе с Ненецким округом в список экспортеров, где пока только Ямал и Мурманск, войдут еще 8 арктических субъектов. Наринмаре впервые прошел круглый стол, посвященный теме экспорта продукции северного оленеводства и других традиционных промыслов. Общественная дискуссия по развитию серебряного волонтерства прошла в Наринмаре. В России это движение достаточно популярно. Люди старше 55 лет объединяются в добровольческие организации, чтобы быть полезными обществу и окружающим. В Ненецком округе первая добровольческая организация серебряных волонтеров появилась в марте этого года. Порядка 20 семей остались без крова над головой и имущество в результате пожара жилого дома в поселке Искателей. Утром 28 октября в рабочем поселке Искателей Ненецкого округа загорелся дом номер 12 по улице Строителей. По прибытии на место первого пожарного расчета установлено открытое горение чердачного помещения на площади 350 квадратных метров. Тушение пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России ПАНАО. Погибших и пострадавших нет. Однако порядка 20 семей, проживающих в поселке Искателей, лишились имущества. Такие данные сообщили в комплексном центре социального обслуживания населения Ненецкого округа. Красный крест Наринмара неравнодушные к чужой беде люди уже несут вещи для погорельцев. Пожар случился ранним утром. Люди выбегали в чем были. Среди жильцов есть семьи с детьми. Сейчас по индивидуальным заявкам Красный крест формирует список необходимых вещей на первое время. Его разместят в группе ВКонтакте Красного креста. Кроме того, погорельцев готовы принять в кризисном отделении комплексного центра социального обслуживания. Вечером в Искателях прошла встреча глав Заполярного района и поселка Искателей с пострадавшими от пожара семьями. О том, какая помощь будет оказана властями и погорельцам, расскажем завтра в дневных выпусках программы «Новости». 30 октября в актовом зале администрации Нинецкого округа пройдут публичные слушания по проекту окружного бюджета на 2020 год и плановый период. Проект окружного бюджета опубликован в газете «Нярия на Виндер» 24 октября. Участие в его обсуждении может принять любой желающий. Начало мероприятия в 16 часов. Публичные слушания будут транслироваться телеканалом «Север» в прямом эфире. В проекте окружного бюджета на 2020 год представлены его основные параметры – доходная и расходная часть казны. Планируется, что по доходам бюджет составит свыше 16,5 млрд. рублей, по расходам – более 19 млрд. Соответственно, его дефицит планируется в размере 2,3 млрд. рублей или 14,5%. Что касается доходной части бюджета, наибольшую долю в ней занимают налог на имущество организации – 37%, доходы в виде доли прибыльной продукции от Харягинского месторождения – 29% и налог на прибыль организации – 21%. В расходной части окружного бюджета наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы по социально-ориентированным разделам – образование – 26,5%, национальная экономика – 22%, социальная политика – 18%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9% и здравоохранение – 8%. Проектом закона также предусмотрены бюджеты и инвестиции на 2020 год в общей сумме 2,3 млрд. рублей. Напомню, публичные слушания по проекту окружного бюджета на 2020 год и плановый период состоятся в администрации округа 30 октября в 16 часов. Участие в слушаниях может принять любой желающий. В Наринмаре прошел круглый стол, посвященный теме экспорта продукции северного оленеводства и других традиционных промыслов. Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта Ненецкого округа и Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Приглашенные спикеры, эксперты в сфере экспорта мясной продукции Эди Коросов из Ямала-Ненецкого округа и Мурманска рассказали участникам круглого стола, а ими стали представители бизнеса и СПК Ненецкого округа, о перспективах экспорта продукции, о подготовке к аттестации, о включении предприятий в перечень экспортеров и других мероприятиях. Ненецкий округ – регион перспективный для экспорта, однако для выхода на внешние рынки субъекту необходимо пройти процедуру регионализации и попасть в список экспортеров. Перспектива экспорта есть. В сегодняшнем округе есть условия для того, чтобы экспортировать. Это ветеринарное благополучие, это работа госсвецслужбы, это работа предприятий, это наличие уже современных объектов для производства мясной и непищевой продукции. Условия есть. Нужно пройти определенные процедуры по регистрации, по регионализации и начать приступить к экспорту. Завершится процесс регионализации, отметил Андрей Листишенко в начале следующего года. Вместе с Ненецким округом в список экспортеров, где пока только Ямал и Мурманск, войдут еще восемь арктических субъектов. Пока идут подготовительные процедуры, как экспортно-ориентированное производство, себя уже начала позиционировать окружная компания «Заполярный олень». Сегодня предприниматели поставляют корма для животных по России. После вхождения региона в список экспортеров, компания со своей пищевой продукцией, глубокой переработки северного оленеводства, планирует выйти на европейский рынок. Важна культура потребления данного нашего продукта. Культура потребления сегодня сформирована, например, в странах Юго-Восточной Азии. Она уже давно сформирована, в том числе и в некоторых странах ЕС. Поэтому те страны ЕС, которые уже традиционным считаются, у них экологическое, био, о чем мы говорили на круглом столе, наверное, это те страны, на которые мы и ориентируемся. И в дальнейшем как раз и будем планировать, в том числе и при поддержке Центра развития экспорта. На сегодняшний день в Ненецком округе только три экспортера. Это СПК «Харп» и два предприятия хозяйства «Ижимский оленевод». В текущем году они отправили на экспорт уже 16,5 тысяч шкур северного оленя. Для этого вида экспорта регионализация не требуется. В целом потенциал экспорта продукции северного оленеводства в Ненецком округе, по оценке экспертов, может приносить до 7,5 миллионов евро валютной выручки в год. Это деньги от экспорта оленина до 500 тонн в год, шкур оленя до 28 тысяч штук, а также средства, вырученные от продажи рогов, мяса диких животных, куропатка и зайчатина, готовой продукции и дикоросов. Это направление – это будущее и даст возможность иметь дополнительные доходы, развиваться на современном уровне. Но, конечно же, для этого нужны хорошие современные оборудования. И учитывать те требования, которые сегодня задают наши коллеги из других регионов, которые готовы приобрести эту продукцию. Ну и, конечно же, всем нам необходимо учиться у коллег Ямала-Ненецкого автономного округа, Мурманской области. Успешным опытом в сфере экспорта дикоросов, в основном морожки, с участниками круглого стола поделился коммерческий директор, совладелец компании «Кольский край» Андрей Строгов из Мурманска. На рынке компании уже пять лет. По словам эксперта, успех в развитии внешних связей – колоссальная подготовка к самому процессу экспорта. То есть, у предприятия, если говорить именно о предприятии, которые собираются заняться экспортом в НАО, должна быть довольно-таки существенная база, я имею в виду, и склады существовать, и специальное оборудование существовать. То есть, до подписания самого контракта, допустим, с европейским контрагентом, с импортером, колоссально нужна подготовка именно компании. Впрочем, как отмечают эксперты, сложно только в начале пути. В целом, требования понятны и почти одинаковые для всех стран. Как говорится, главное – начать. Я думаю, что самый главный и важный момент был о том, что предприниматели нашей СПК, они готовы к сотрудничеству, к объединению, к тому, чтобы решать и экспортировать то, что сейчас есть. Мы сейчас открыты для новых экспериментов. Предприниматели говорят о том, что что-то у них уже есть, что-то они хотели бы развивать. И я думаю, что вот такие круглые столы, как сегодня, помогут как раз нашим предпринимателям СПК быть ближе, чувствовать себя увереннее на этапе экспорта продукции. В текущем режиме всю необходимую информацию предприниматели и представители СПК могут получить в Центре поддержки экспорта Ненецкого округа по адресу улица Ненецкая, дом 3 или по телефону 2-12-77. В минавшие выходные губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел первую расширенную рабочую встречу с новым составом депутатского корпуса городского совета. В разговоре за круглым столом приняли участие заместители главы региона по различным направлениям деятельности, руководители профильных департаментов, а также мэр Наринмара Олег Белак. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Народные избранники обозначили основные проблемы, которые ставили перед ними жители Наринмара в ходе избирательной кампании, и решение которых невозможно без участия региональных властей. Речь в частности шла о строительстве объездной дороги в окружной столице. На нее горожане возлагают большие надежды. Проект дорогостоящий. По информации департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО, в соответствии с разработанной в 2016 году проектно-сметной документацией, стоимость объездной дороги в Наринмаре протяженностью более 1600 метров, в том числе мост длиной 200 метров, в ценах третьего квартала 2019 года обойдется окружному бюджету 3 миллиарда 700 тысяч рублей. Говоря о перспективах строительства объездной дороги, Александр Цибульский отметил, что в среднесрочной перспективе этот проект может быть реализован. При этом в настоящее время приоритетными задачами для окружных властей являются решения вопросов, связанных с износом коммунальной инфраструктуры, строительством жилья и расселением граждан из ветхих и аварийных домов, строительством социальных объектов, в том числе детских садов и учреждений здравоохранения. В ходе встречи прозвучало от депутатов предложение об увеличении объема средств, направляемых на реализацию проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. В период с 2017 по 2019 год по инициативе жителей Наринмара за счет средств регионального и муниципального бюджетов при участии горожан было реализовано 7 проектов. Александр Цибульский в свою очередь сообщил депутатам, что такое решение при подготовке проекта окружного бюджета на 2020 год уже принято. Вместе с тем, по мнению губернатора, к вопросу благоустройства нужно подходить комплексно, а объекты благоустройства должны быть более разнообразными. В ходе состоявшейся встречи депутаты также поднимали вопросы о качестве жизни населения, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде. В частности речь шла о микрорайонах Кармановка, лесозавод и новый поселок. По итогам встречи главы региона с депутатами Совета городского округа был сформирован протокол, в соответствии с которым решение озвученных депутатами вопросов закреплено за органами исполнительной власти округа и города Наринмара. С 1 января 2020 года Неницкий округ переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональными операторами в этой системе определены муниципальные предприятия Заполярного района, Севержилкомсервис и городской комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. В зону ответственности КБ и БО войдет городская агломерация Наринмар, поселок Искателей, Красная и Тельвиска. Для осуществления специализированной деятельности в сфере обращения с отходами предприятия в этом году должны оснастить необходимыми техническими средствами и оборудованием. Так, в октябре в Наринмар, как сообщает прислужба мэрии, доставили оборудование для термического обезвреживания твердых коммунальных отходов. В настоящее время установка складирована непосредственно на территорию полигона ТБО, где в дальнейшем и будет функционировать. Установка предназначена для сжигания твердых, замазученных и нефтесодержащих отходов. Эксплуатировать ее будет региональный оператор, муниципальное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. В ближайшее время в Наринмар также поступит мусоросортировочный комплекс. Оборудование будет использоваться для сортировки твердых коммунальных отходов – макулатуры, стекла, металла, алюминиевых банок, пэт-бутылок, полимерной пленки, упаковок тетропак и других. Стоимость муниципального контракта по приобретению оборудования для термического обезвреживания твердых отходов составляет более 12 миллионов рублей. Мусоросортировочного комплекса – свыше 4,5 миллионов. Кроме того, для муниципального предприятия в Наринмар доставят специализированную технику – самосвал, мини-погрузчик, фронтальный погрузчик, двухвальный шредер, гусеничный трактор и весы. После поставки и ввода в эксплуатацию оборудования КБИБО оформит соответствующую лицензию, установит тариф на обработку и обезвреживание отходов. После чего региональный оператор сможет заключить договоры с собственниками отходов и приступить к деятельности по обращению с ТКО. Общественная дискуссия по развитию серебряного волонтерства прошла в Наринмаре. Серебряные волонтеры – это люди старше 55 лет, объединившиеся на почве добровольчества. В России это движение достаточно популярно. Существует отдельная федеральная программа «Молодой душой». Люди высокого возраста объединяются, чтобы помогать окружающим, участвуют в различных проектах и акциях. В Ненецком округе первая официальная добровольческая организация серебряных волонтеров появилась в марте этого года. Главная цель сегодняшнего семинара – рассказать людям высокого возраста о том, что они востребованы. Их помощь может быть полезной во многих направлениях. В Ненецком округе направление серебряного волонтерства пока еще не получило массового развития. На сегодняшний день в клубе добровольцев старшего возраста официально состоит 15 человек. Еще около полусотни пенсионеров всегда присоединяются к добровольческим акциям, но пока не определились с конкретным направлением. Сейчас задача их объединить, запланировать совместные проекты и акции. Их объединить, чтобы они могли совместные какие-то более крупные, может быть, мероприятия, акции, проекты проводить у нас в регионе. Для того, чтобы просто населению показать, что у нас есть такие люди, может быть, кто-то тоже захочет к ним присоединиться. Поделиться опытом в области серебряного волонтерства в Наринмар приехала Юлия Мальцева, директор некоммерческой организации «Социальная адаптация пожилых людей серебряный возраст» из Санкт-Петербурга. В ее регионе пенсионеры активно участвуют в добровольческих проектах, принося пользу другим и помогая себе. Это социальное волонтерство, помощь пожилым, помощь работы в детских домах, работа, соответственно, с людьми с ограниченными возможностями. Это культурное волонтерство. В Петербурге большое количество, например, музеев. У нас есть возможность работать в музеях в качестве арт-медиаторов. Это экологическое волонтерство, это волонтеры Победы, волонтеры-медики. То есть направление большое количество. По словам Юлии Мальцева, одна из основных задач – объединить волонтеров с тех возрастов в большие проекты, потому что их помощь востребована независимо от количества прожитых лет. Наша задача как раз-таки доказать обществу и многим организаторам мероприятий, что не в зависимости от возраста человек может участвовать, человек способен делать также активно проекты. Участие в общественной дискуссии приняли представители законодательной власти региона. Примите искренние слова благодарности за ваши добрые поступки, опять же за вашу неиссякаемую энергию, которую вы дарите другим людям, они вам ее возвращают, и у вас становится энергии еще больше. Общественная дискуссия проходила два дня в рамках информационно-образовательного проекта «Доброволец.Нао», который получил грант Росмолодежи. Его автор – Дарья Русакович. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Военный комиссариат Нинецкого округа приглашает будущих выпускников поступать в вузы Министерства обороны Российской Федерации. Для поступления как девушкам, так и юношам необходимо обратиться в военный комиссариат, далее пройти медицинское обследование и последующий отбор. Студенты вузов Министерства обороны имеют преимущество в течение всего обучения, состоят на полном государственном обеспечении и получают образование по любым направлениям. Мы направляем на обучение высшие учебные заведения Министерства обороны, ребята, которые получили среднее образование. Соответственно, документы начинаем готовить уже сейчас и отбор проводим. Хочу, чтобы информация дошла до непосредственно ребят, оканчивающихся в следующем году школу, их родителей, что есть такая возможность. У нас почему-то в Нейском округе, скажем так, желающие есть, но их немного. Хотелось бы побольше, чтобы они поступали, учились. Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате или по номеру телефона 43014. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Напомню, наши новости можно также увидеть в социальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.